МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С тех пор много воды утекло и появились, наконец, и хорошие новости. О них нам расскажут главный врач Виднусской районной клинической больницы Бутай Бутаев и заместитель главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Действительно, вы абсолютно правы. Есть у нас ситуация в здравоохранении, она непростая, особенно в такое сложное время. Не только для нас, но и для всей страны. Я от лица всех медиков хотел бы поблагодарить вас и вашу команду за то, что вы помогаете информировать наших жителей о ситуации в здравоохранении. И вот эти сюжеты, которые вы создаете, они действительно показывают и нашу работу, и то, как мы настроены по отношению здравоохранения жителей, и то, чего должны жители знать, и чего опасаться, и чего не бояться. Спасибо на добром слове. Спасибо. А я напомню нашим зрителям о том, что на своих экранах вы видите телефоны, по которым можете позвонить к нам в студию прямого эфира. Оператор передаст мне его на компьютер, и я озвучу его нашим гостям. И прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы посмотрели один сюжет, который как раз непосредственно относится к теме нашей сегодняшней передачи. С начала кампании по вакцинации населения в Ленинском округе мобильные пункты побывали уже в 17 различных организациях и учреждениях. За это время прививку получили порядка 500 человек. В многофункциональном центре мои документы первыми привились сотрудники учреждения. Мобильная вакцинация, она ничем не отличается от обычной вакцинации, которую мы проводим в помещении. Также готовятся полностью все кабинеты. У нас есть мобильная морозильная камера, то есть мы полностью готовы к вакцинации населения. Первоначально планировалось, что прием пациентов будет вестись в автобусе. Он и сейчас припаркован у здания. Но попробовав этот вариант, поняли, что в условиях низких температур всем будет комфортнее в здании. Выделили специальное помещение, целое крыло МФЦ, оборудовали холл, создали комфортные условия для работы волонтеров, подготовили необходимую оргтехнику, выделили кабинет непосредственно для работы врача и медицинской сестры, которая делает прививки. Помогают врачам волонтеры. Они выполняют всю бумажную работу, которую, как правило, тоже делают медики. Это позволяет освободить врачей для решения более важных задач. Мы записываем людей на вакцинацию, на прием к врачу, чтобы он осмотрел позже сделать вакцинацию. Для этого человек должен заполнить анкету, которую мы помогаем заполнить. Записываем через систему ЕМИАС на вакцинацию и далее направляем людей в пункт вакцинации. Наверное, сложно придумать более удачное размещение мобильного центра вакцинации. В день центр «Мои документы» посещает порядка двух тысяч человек. У многих, как правило, с собой необходимые документы. Паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Два раза сдавал тест на антитела, антител нет. Коллеги многие переболели, уже их имеют. Ну и, судя по состоянию своего здоровья и возраста, решил подстраховаться. Безопасность своя и, может быть, даже окружающих. Есть люди, которые у меня пока не могут сделать прививку. Поэтому я решила сделать, тем более это так удобно. Через 21 день мобильный прививочный пункт снова приедет в многофункциональный центр, чтобы провести второй этап вакцинации от коронавируса. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Сюжет снимался несколько недель назад, и ситуация сейчас там коренным образом изменилась. Теперь приходить туда можно практически каждый день. И что самое, наверное, привлекательное для многих жителей, сделать это без предварительной записи. Просто иметь с собой паспорт и СНИЛС. Тема вакцинации, она, наверное, тоже одна из самых горячих после, наверное, самого коронавируса копий сломано немало. И все же, давайте еще раз, в очередной раз, наверное, подытожим, какие же есть самые главные аргументы за. Наверное, я отвечу. В действительности вакцинация сегодня очень актуальная проблема. Приоритетная наша задача, чтобы провакцинировать наше население и их обезопасить от инфицирования этой коронавирусной инфекции. Сегодня сказать, что у нас мы победили коронавирусную инфекцию, мы так еще не скажем. Вот зараженных у нас пока на сегодняшний день 11 тысяч в нашем Ленинском городском округе. За прошедшую неделю все равно 154 новых случаев мы выявляем. То есть сегодня говорить, что мы победили пандемию, нет. Только благодаря, если мы наше население привьем, создадим ту иммунную прослойку, именно 60% населения должно быть привито, только тогда мы можем уверенно говорить, что да, мы, наверное, справимся с этой коронавирусной инфекцией. Поэтому мы очень хотим, чтобы наши жители задумались о своем здоровье, не только медики, но и наши жители задумались, что это нужно, прививку сделать, чтобы создать эти антитела защитные, и даже если этот вирус попадет, то он или в легкой форме, или вообще не заболеет этим коронавирусом. Потому что анализируют даже те случаи, которые у нас поступают в стационар, туда действительно немало пролеченных пациентов. И на амбулаторном этапе, который лечится, у нас до сих пор еще 3000 пациентов находятся на лечении. Мы смотрим, что у всех жителей коронавирусной инфекции протекает по-разному. У кого-то вроде первый день КТ-1, буквально через 2-3 дня мы смотрим КТ-3. И, конечно, бороться с этой коронавирусной инфекцией даже в нашем медикам в стационаре просто не очень просто. Приходится применять такие методы лечения, где приходится вводить достаточно серьезные лекарственные препараты, которые применяются при лечении многих аутоиммунных, тяжелых аутоиммунных заболеваний. И поэтому я думаю, что когда люди у нас все-таки осознают, что нужно делать прививку, чтобы выработались антитела и не заболеть этим ковидом. Насколько важно именно жителям 60 плюс прививаться? И есть ли какие-то противопоказания, это тоже вопрос очень часто звучит, для людей с ограниченными возможностями здоровья и с хроническими заболеваниями? На эту категорию граждан мы делаем наибольший акцент, потому что все пациенты, имеющие хронические заболевания, особенно сахарный диабет, онкологические заболевания, ишемическая болезнь сердца, переносят коронавирусную инфекцию более с осложнениями. И эти осложнения не в период может быть ковида, хотя и в период переноса ковида могут быть тромбозы, но даже потом, как мы называем, поздние осложнения коронавирусной инфекции, когда возникают тромбозы и человек может погибнуть от острого инфаркта и от острого инсульта, то есть от острой сердечно-сосудочной недостаточности. Данная категория граждан, она более подвержена таким осложнениям, поэтому на эту группу категории граждан мы более делаем акцент, что им необходимо сделать эту вакцинацию. Ну, а на ваш взгляд, откуда берутся противники прививок? То есть, что это такое? Есть же люди, мы не берем, конечно, совсем, на мой взгляд, неадекватных людей, которые просто, в принципе, и детей своих не прививают абсолютно ни от чего, и сами бегут от всего этого, а именно людей, которые, может быть, и привились, но им не хватает какого-то побудительного, может быть, довода. То есть, на чем строится тактика или логика противников прививок, на ваш взгляд? Ну, во-первых, очень многие наши люди боятся вообще делать, страх у них есть перед тем, как сделать эту вакцину, думают, что какие-то потом возникнут осложнения от этой вакцины новые, но, тем не менее, говоря о том, что сегодня мы уже привили даже в нашем Линском городском округе около почти 8 тысяч уже населения, вообще осложнений каких-то тяжелых вообще ни одного случая у нас не выявлено. Да, могут быть такие, и это нормальная реакция, когда на прививку идет небольшое повышение температуры, там, субфибрильная, 37,5-37,4, там, небольшое, может быть, першение, подкашливание в течение двух-трих дней. Это нормальная реакция на любую вакцинацию, да, как и при гриппе мы делаем. Поэтому у людей, первое, это страх, бояться. Второе, конечно, это средства массовой информации, когда люди читают интернеты, значит, какие-то там публикации. В кавычках экспертов, да. Да, экспертов. Но, тем не менее, думаю, надо прислушиваться здесь медиков, медицинских работников, которые правильно разъяснят, что о необходимости и важности этой вакцинации. Ну, думаю, наш разговор хоть еще несколько человек сподвигнул к тому, чтобы все-таки пойти на пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы обезопасить и себя, и своих родных. Мы перейдем к следующей теме, и прежде чем мы продолжим, я предлагаю посмотреть еще один сюжет. Здание поликлинического комплекса 1974 года постройки уже сейчас заиграло новыми красками. В том числе и внутри. Федеральный проект «Бережливая поликлиника» — это не только про экономию времени пациентов и современные технологии, это прежде всего про удобство для людей, даже в мелочах. Одинный вход, один из секторов, значит, неотложная помощь, тоже кабинет неотложной помощи, там кабинет инфекциониста и кабинет для передачи анализов, кабинет для прикрепления, тоже здесь недалеко, тоже чтобы не было смешения потоков. Значит, мы, как и раньше говорили, мы постарались расставить кабинеты все секторами так, чтобы пересечение потоков было видно. Экскурсию для депутата Московской областной думы Юрия Липатова по обновленной поликлинике провели главный врач ВРКБ Бутая Бутаев и его заместитель Елена Зинатурина. Много света, просторные кабинеты и места для ожидания приема. Разница с тем, что было видна невооруженным глазом. Пришлось снять все. Практически все временные перегородки и временные кабинеты, которые были, убрали, полностью заменено отопление, полностью заменено водопровод, полностью телефония, интернет. А еще поработали с вентиляцией. Теперь она здесь не естественная, а принудительная, что позволит посетителям и врачам чувствовать себя комфортно в любую жару. Убрать часть кабинетов и расширить пространство холлов позволил бережливый подход и к организации работы врачей. До ремонта этой поликлиники кабинетов было много, но я не могу сказать, что не все кабинеты работали в две смены. Просто они были не все загружены. Надо так, чтобы были кабинеты, работали в двухсменном режиме. В настоящий момент работы по отделке и замене инженерных коммуникаций находится на стадии завершения. Все, что есть строители сейчас, они уйдут до среды. Со среды клининг, полный клининг, и мы начинаем передавать потихоньку больницы. Юрий Липатов уже приезжал на объект в самом начале ремонта, чтобы пообщаться с руководством больницы и подрядчиками. Все это время работы по реконструкции здания он держал на особым контроле. В прошлом году я задавал вопрос, первое, как быстро смогут строители освоить этот объект, насколько качественно объекты они планируют построить. И вот сегодня мы уже видим, по сути дела, на 95% итоги работы. Представитель подрядчика признается, что срок реализации чуть больше, чем в полгода рекордный. Как правило, на такие работы уходит до 12 месяцев. Тем более, что в нашем случае были и объективные трудности, которые приходилось преодолевать совместно. Проектная организация, которая делала проект, проект делали в 2018 году. После этого было введено постановление о бережливой поликлинике. И уже исходя из этого проекта, главврачом было принято решение о внесении изменений в проект. Убрали все дополнительные кабинеты, которые были, все вот эти перегородочки маленькие, увеличили площади хоулов, пространство. Столкнулись в этом плане с переделкой полностью проекта, сметной документацией, проектной документацией и согласованием всего прочего. Руководство ВРКБ прекрасно знает, какие сложности испытывают жители в связи с тем, что взрослой поликлинике приходится ютиться в детской. Но ждать осталось совсем недолго, ведь в итоге пациенты смогут получить медицинские услуги на совсем другом уровне. Будет усмотрена замена абсолютно всего оборудования, будет абсолютно все новое оборудование и мебель. Поэтому, да, здесь может быть в этом плане некая задержка. Задержка на оснащение всей поликлиники. Стоимость всего проекта 83 миллиона рублей. После реконструкции учреждение будет работать на 750 посещений в день. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В сюжете мы коснулись этого поверхностного. Можно рассказать поподробнее, что же это такое вот будет необычное в этой поликлинике и что это вот за бережливая поликлиника? Достаточно неплохой проект. Скажем так, может, в какой-то степени пилотный, который предусматривает большее пространство и свободу передвижения без пересечения потоков. Это вот первое. То есть, и мы старались, когда мы немножко меняли тот же самый проект, который был составлен изначально, мы старались это сделать в сторону улучшения комфорта посетителей поликлиники. Создать больше свободных зон для ожидания, отдыха, пространства. В том числе и если на каждом этаже у нас будут предусмотрены холлы, где в идеале, конечно, хочется реализовать этот проект, чтобы сидели посетители, поликлиники видели на панели вызов в кабинет со своей фамилией, в том числе и те, которые записаны, по-разному записаны на прием к специалисту. Ну, как в МФЦ, да? Совершенно верно. Но чтобы не толкаться и не создавать себе дискомфорт, ожидая входа в кабинет. Также, к этой зоне мы привязали те кабинеты, которые в нынешнее время уже не требуют посещения врача, в том числе и получения справки, получения больничного листа. Для справок мы сделали зону open space, где возможно посадить несколько операторов, которые будут выдавать справки, в том числе и жители. То есть, также мы постарались разделить зоны по тематические зоны, скажем так. То есть, этаж – это терапевтическое направление, профиль. Другой этаж – это хирургический профиль. Постарались всех специалистов разместить, в том числе тех же самых терапевтов. У нас будет 8 кабинетов. Офтальмологов – 2 кабинета, хирургов тоже. То есть, постарались побольше сделать специалистов, чтобы не создавать, увеличить пропускную способность, скажем так. Также выделили в отдельную зону – это рентгенологическое отделение. Перенесли с первого этажа флюрограф на четвертый этаж. Создали некую зону, которая не будет иметь возможности транзитного движения или ожидания, не касающихся рентгенологического отделения. Сделали зону для диспансеризации. Это проект правительства Московской области, который курьет сам лично губернатор Андреевич. Это диспансеризация за 2 часа. То есть, очень трудно это сделать, но мы все равно выделили определенную зону и, думаю, что постараемся все это реализовать. Также у нас есть довольно неплохие помещения для дневного стационара, их два. Лечебная физкультура, физиотерапия. То есть, мы сохранили все эти аппараты для физиотерапии. То есть, постарались максимально сделать более свободное пространство для посетителей поликлиники. Отдельно сделали неотложную помощь через отдельный вход. Они точно не должны смешиваться с теми остальными, кто входит в поликлинику. Перенесли кабинет травматолога на первый этаж, понимая, что сюда могут приходить пациенты временно ограниченные. То есть, там, в ходьбе, то есть, это с гипсами, с костылями и так далее, прямо около входа. То есть, вот постарались предусмотреть все, что возможно, да, в том числе, если уже говорить про санузлы. У нас будут санузлы для маломобильных граждан на каждом этаже. То есть, ну, постарались максимально создать комфорт для посещения наших. Ну, и, насколько я знаю, ждать-то, в общем, осталось совсем недолго. Процесс установки оборудования пока слишком сложный и, скажем, непредсказуемый. Но, насколько я помню, когда работал над сюжетом, было озвучено, что, ну, самый крайний срок, это в мае, она откроется вот уже точно, наверное. Да, Максим, к сожалению. Ну, вот не хочется открыть эту поликлинику со старой мебелью, со старым оборудованием, потому что все знают прекрасно, какой там процент износа всего вот этого. Поэтому хочется, чтобы, если уж мы сделали что-то хорошее, чтобы максимально это почувствовали наши жители. То есть, соответственно, хочется, чтобы это была новая мебель, новое оборудование, значит, в оснащении, в закупке всех этих позиций может пройти такое, ну, не одна неделя. Поэтому мы ставим, конечно, срок где-то май, но надеюсь, что и будет раньше. Наверное, давайте еще один вопрос я задам, и потом уже перейдем к вопросам наших телезрителей, которые тут уже довольно внушительное число. Проходит ремонт ведь и в других лечебных заведениях, в частности, в Володарке и Развилке. Расскажите, пожалуйста, вот как там обстоят дела? Ну, дела там обстоят неплохо. Наконец-таки, думаю, жители получили такое более лучшее условие. Мы постарались там, мы как-то на нашем эфире, на встрече с вами, Максим, обсуждали эту тему. И вот очень радостно, что нам удалось это реализовать. В Володарке, значит, провели ремонт полов, стен, значит, отопление поменяли, потому что все знают, что там было всегда холодно. Потолков, освещение и в том числе и вот фасад. Ну, единственное, что и крышу кровлю. Единственное, что ждем, пока чуть подтеплеет, чтобы до конца строители закончили свою работу. Вот, в Развилке тоже, значит, поменяли, значит, полы. Ну, помню, какие они были кривые, к которым можно было споткнуться. Значит, полы, потолки, свет, стены. Вот сейчас следующим этапом, это уже из другого канала финансирования, значит, у нас будут меняться окна, двери, отопление, коммуникации. Ну, тогда, то есть, хочется все-таки доделать эту работу и, ну, хочется создать такую приятную обстановку, в которой, значит, люди будут находиться, когда придут лечиться в поликлинике. То есть, работа на стадии завершения, ну, достаточно такая неплохая проделана. Отлично. Итак, к вопросам наших телезрителей. Так, почему до сих пор не отремонтирован фельдшерский-акушерский пункт в Калиновке? Даже вывеску сняли, хотя Минздрав Московской области и Видновская больницы отчитались в феврале 2020 года, что медицинская деятельность осуществляется по старому адресу. Это ввод в заблуждение? Вот такой вопрос. Прозвучал, правда, автор здесь непонятен. Ну, да, скажите, Антонова. Ну, фельдшерский пункт никто не закрывал, там у нас принят на работу и давно работает врач, фельдшер, фельдшер Степанова Наталья. На данный момент просто она у нас снята на обслуживание вызовов на дом. Мы, еще раз я уже повторяла, что еще не победили пандемию, еще не всех вывели на амбулаторные приемы врачей. И, к сожалению, пока наша часть врачей-терапевтов участковых, и в том числе фельдшера ФАПа, трудятся на обслуживании вызовов на дом. Как только, конечно, заболеваемость у нас упадет, как только мы начнем справляться только отделением неотложной медицинской помощи нашим фельдшерами, мы, конечно, вернем на амбулаторный прием всех наших терапевтов. Но пока говорить рано еще. Так, следующий вопрос. Александр Григорьевич задает вопрос, когда в нашей поликлинике появится врач-ревматолог? Такой вопрос. Давайте я скажу два слова по этому поводу. Значит, у нас довольно интересная идет работа по взаимодействию с такими узкими специалистами, особенно специалистами, главными нештатными специалистами всей области, в частности, в том числе и с ревматологом. Он нас посетит в пятницу, где будет проведен осмотр пациентов этого направления. Затем запланирована лекция для врачей. То есть такая работа. Сегодня у нас состоялся выезд, опять же, для улучшения доступности нашим жителям. У нас в штате детской поликлиники нет пульмонолога, очень давно уже нет пульмонолога. И детский кардиолог есть, но он тоже один на весь Ленинский район. И мы вот сегодня осуществили выезд главного детского кардиолога в Московской области и пульмонолога в нашу детскую поликлинику. Были приняты пациенты, даже приехали из сельских амбулаторий. Ребенок палеоативный посетил консультацию, осуществили палеоативному ребенку кардиологом. И, как вот сказал Тайгадарыч, не только был осмотр именно врач и пациент, а присутствовали к консилиумам даже с присутствием наших специалистов, нашего врача-кардиолога, нашего врача функциональной диагностики. И был обмен опытом. В общем-то, эта акция дальше продолжится. То есть мы дальше будем планировать выезды гастроэнтеролога детского, тех специалистов, которых в нашей поликлинике детской нет. И которые очень трудно укомплектовать. Поэтому мы хотим организовать вот эти выезды для этих именно редких специальностей. Ну и для нас будет понятно, сколько у нас есть таких вот пациентов из жителей. Насколько будет актуально вводить этих специалистов, которых, кстати, не очень легко-то и найти. Одного или двух, или трех, или какие нам здания или подразделения лицензировать под эту помощь. Поэтому это такой вот опыт. И спасибо большое нашим нештатным специалистам, в том числе и курирующим специалистам Минздраве, которые создали такую обстановку. Ну, думаю, что это будет на регулярной основе. Конечно. Даже вот сегодняшний осмотр из 18 детей, 5 детей запланировали на госпитализацию. Это по кардиологии. 8 детей по пульмонологии. Это достаточно из 20 принятых детишек. Это большой процент, который нуждается в стационарной медицинской помощи. Спасибо. Еще один вопрос. Вот такой. Есть ли в нашей поликлинике геронтолог по работе с пожилыми людьми? Если нет, планируется ли? Ну, геронтология такая, новый, да, профиль. Новый профиль вообще в развитии медицины. Значит, нам планируется в 2021 году открыть два геронтологических кабинета. Мы планируем, так в планах у нас стоит, открыть два геронтологических кабинета. На сегодняшний момент мы отправили уже на учебу. Учеба проходит, сразу скажу, это не двухнедельные курсы, это четырехмесячные курсы переподготовки наших врачей-специалистов, участковых врачей-терапевтов. И курсы еще должны пройти наши медицинские сестры, именно по геронтологии. Дальше будет процесс эти уже лицензирования этих кабинетов. И я думаю, что в новом здании, имеется в виду после открытия нашей взрослой поликлиники капитального ремонта, да, мы откроем там кабинет именно по геронтологиям. Еще вопрос. Наверное, вот они два вопроса, они как-то, наверное, перекликаются. Когда, Сергей Михайлович спрашивает, когда планируется перевести ЦРБ на обычный режим работы, когда у нас закроют ковидный стационар? И следующий вопрос от Лидии Леонидовны. Воробьев сказал, что больницы потихонечку начинают проводить плановые операции. Когда у нас планируют начать планово оперировать, так как это очень нужно? Ну, есть там, было три, скажем так, стадии перепрофилирования в обратную сторону всех стационаров. Значит, первые два уже этапа прошли, две стадии, сейчас вот осталось только третья. Вот мы нас вот переместили под третью стадию перепрофилирования. Что касается плановых операций, то мы максимально постарались организовать в других структурных подразделениях оказание этой помощи. Если мы говорим про хирургию, то у нас в Расторгуева в рамках третьей хирургии проводятся все операции, в том числе и нашими специалистами. Это Василий Витальевич, его доблестная третья хирургия, значит, Виталий Васильевич. Опять-таки, там же принимают у нас участие, значит, профессора, это руководители клинических баз нашей больницы. Это первый метр, второй метр, УДН. Вот, то есть, такая работа у нас открыта. Автальмология, значит, у нас тоже начал работать, вот, после капитального ремонта, так, к слову, об оснащении, нам удалось, значит, оснастить, значит, автальмологическое отделение современнейшим оборудованием, значит, разного спектра действия, в том числе и для проведения операций, сохранив то хорошее старое, которое было до этого. Вот, то есть, такие вот эти плановые операции, они ведутся, да, работа проходит, и здесь мы уже, когда мы понимаем, что количество пациентов увеличится, мы уже начинаем растягивать операционный день. То есть, все на это настроены, наши сотрудники на это настроены и готовы. Если мы говорим там про гнойную хирургию, то также продолжается в таком же режиме, понедельник, всегда, пятница, прием, значит, в развилке заведующей отделением Елисеевой. Значит, также, значит, вот у нас очень эффективно работает травматологический пункт на базе амбулатории Бутова парка, который мы тоже открыли вот в рамках этого перепрофилирования. Он круглосуточный, он, в котором принимаются и взрослые, и дети. Повторный прием у нас открыт в Южной поликлинике, тоже ежедневно. Также этот прием есть у нас еще и во взрослой и детской поликлинике. То есть, ну, стараемся максимально, значит, чтобы наши жители не испытывали какого-то дискомфорта из-за такой ситуации. Ну, наверное... Я бы еще здесь немножко добавил, вот, да, Елена Валентина, значит, уже озвучивала цифры, и мы проанализировав, у нас не уменьшается количество, несмотря на то, что, значит, и в самой нашей стране, значит, и в регионе уменьшается количество ковидных пациентов, а при анализе нашего, то у нас он находится также порядка, там, трех-четырех месяцев, он не меняется. Также у нас те же самые 3000 пациентов в амбулаторном звене. Точно так же у нас около 30% это, значит, пациентов, которые находятся, значит, на лечении в стационаре, болеющим ковидом. Поэтому, да, они выписываются, выздоравливают, но, опять-таки, цифра остается, и поэтому, значит, ну, не знаю, хорошо это или плохо, но, по крайней мере, мы можем там, где жизнь не угрожает, значит, ситуация нашим пациентам, ковидный стационар у нас есть, он достаточно эффективно работает. Так, собираются ли строить поликлинику в Горках Ленинских? Население растет, нынешнее место приема граждан собирает толпы жителей. Людмила Васильевна спрашивает. Ну, в Горках Ленинских у нас есть амбулатория, значит, у нас там назначен новый, значит, руководитель, да, значит, у нас, вот, мы немножко там переформатируем саму структуру этой амбулатории, у нас есть рабочая группа по, значит, по лицензированию, в том числе изменению структуры, которая будет более эффективна и более востребована для наших жителей, это первое. Ну, и достаточно большая работа ведется, значит, вообще с застройщиками. Застройщики мы встречаемся на разных уровнях, в том числе и на площадках администрации нашего городского округа, и были встречи в Минздраве, и личные встречи. И очень хочется так вот отметить положительно, что все застройщики, они очень позитивно к этому относятся, некоторые даже объединяются для того, чтобы реализовать, значит, какой-то более крупный, более функциональный объект лечебного учреждения, чем создание каких-то комнатушек, там, каких-то врачебных офисов. То есть, эта работа есть, ведется, и, безусловно, она ориентирована на количество населения, в котором это необходимо. Так, ну, давайте вернемся к нашей беседе. Вопросов, как всегда, мы накопили огромное количество, но, опять же, и у наших зрителей огромное большое количество вопросов, соответственно, как бы мы опять не умещаемся, поэтому я постараюсь, наверное, выдернуть что-то такое самое важное. Ну, прежде всего, нам, наверное, нужно рассказать, как поставлена борьба с такой болезнью, как рак в Ленинском городском округе, с онкологией, я, видимо, имею в виду. Вот. Я, как понимаю, здесь какие-то такие серьезные движения начались в этой области. Я, наверное, начнется помогу. Ну, давайте я начну. Значит, мы, как бы, всегда говорим о ранней выявляемости онкологических заболеваний. Очень важно на ранних стадиях выявить онкологические заболевания и своевременно начать лечение, чтобы предотвратить развитие метастазов, ну, и вообще смертность, да, от онкологии. Вот на сегодняшний день мы проводим диспансеризацию. Да, во взрослой поликлинике есть некоторые пока сложности в проведении диспансеризации, но, тем не менее, за январь-февраль мы уже осмотрели практически 3400 человек и выявили 18 случаев онкологических заболеваний за два месяца. Из них, так скажем, рака легкого 6 случаев, это все-таки 30%, это немало из выявленных случаев. Рака молочной железы тоже 3%, 3 человека. И что самое интересное, что когда мы выявляем, мы все это выявляем на первой-второй стадии. Это говорит о том, что можно еще их все-таки предотвратить и вылечить. Поэтому своих терапевтов мы постоянно ориентируем, чтобы они очень внимательно относились и проявляли онконастороженность, когда осматривают любого пациента. То есть предлагали обязательно диспансеризацию пройти и провести те самые минимумы онкоскрининг, как мы называем, чтобы выявить эту онкологию. В настоящее время у нас маммограф не работает во взрослой поликлинике временно, учитывая, что идет ремонт. И сейчас ведутся переговоры у нас на уровне Минздрава и Северпухской больницы о передаче на 3 месяца передвижного маммографа, чтобы наши жители города Витны смогли пройти в полном объеме диспансеризацию на базе взрослой поликлиники, чтобы опять же выявить рак молочной железы на ранних стадиях. Я бы здесь немножко добавил по онкологии. Достаточно большое внимание уделяется онкозаболеваниям со стороны нашего Минздрава и правительства. Достаточно плотно ведется работа в рабочей группе по онкологии в рамках Минздрава. Есть много разных распоряжений. Что мы создали для наших жителей? Во-первых, мы взяли еще специалиста на работу. Чем мы улучшили доступность самоонколога? Плюс ко всему взяли УЗИста, который будет ориентирован именно на онкологию, который позволит нам брать биопсии в ходе приема. То есть мы постараемся максимально организовать ситуацию, где мы можем быстро поставить диагноз и так далее. Затем у нас есть соглашение с МИДСИ и организация, куда мы направляем в ЦАОП, так называемый Центр амбулаторно-онкологической помощи, вплоть до того, что у нас такая договоренность, что они нам организовывают зеленый коридор для наших пациентов, мы организуем трансфер бесплатный для наших жителей до МИДСИ и обратно. Там же проводятся онкоконсилии, назначаются препараты. Опять-таки у нас есть договоренность с Институтом онкологии имени Блохина, в частности, по взаимодействию с таким аппаратом, как Кибернож, который позволяет точно, прицельно бить и взаимодействовать на метастазы, в том числе и в внутренних органах. То есть достаточно такая большая работа. Мы стараемся для того, чтобы максимально дать нашим жителям. Но самое главное, конечно, это все-таки выявление на ранних стадиях. Об этом все должны думать и должна быть на осторожность у всех. Возвращаясь к теме коронавируса, как я понимаю, еще у нас тоже будет ношество, появится своя лаборатория для анализа на эту болезнь. Расскажите, пожалуйста. Мы знаем, что в рамках ситуации с ковидом у нас были вопросы и обращения граждан. И действительно были проблемы о своевременном получении результатов этих мазков. Да, безусловно, это отражается. Мы все прекрасно понимаем, что это может отражаться и на листке нетрудоспособности. То есть не получив результатов, человек не может выйти на работу, ему не могут больничные листья закрыты. И этих обращений было много, потому что все лаборатории были загружены. Какие-то лаборатории из-за перегруза выходили из строя. Мы заключаем с разными, в том числе и референтными лабораториями, где будет более точное выявление анализа. Но в данный момент у нас сейчас заканчивается организация лаборатории, своей уже будет ПЦР-лаборатория, она будет на базе амбулатории Новодрожино. Уже ремонт закончен полностью, оборудование осталось до поставки нескольких частей. То есть у нас будет своя автоматизированная лаборатория, которая будет исключать максимальное количество погрешностей, в том числе и человеческого фактора, где мы действительно можем получить истинный результат. Еще одна тема, наверное, тоже очень интересна для наших зрителей. Сейчас цифровизация всего на свете происходит. Да, абсолютно любых данных. Насколько я знаю, совсем недавно было совещание с губернатором Подмосковья, на котором именно вы высказали идею о том, чтобы создать некие электронные медицинские карты. То есть, может быть, как автор этой идеи. Расскажите подробнее, как вы это видите, что это будет, насколько это облегчит жизнь посетителей лечебных заведений. Действительно, Андрей Юрьевич проводит некие ВКС и много уделяет внимания медицине, здравоохранению. И в рамках очередного ВКС он дал возможность высказать несколько предложений от главных врачей. С нашей стороны одно из предложений было перейти на цифровизацию медицинской документации. Потому что есть здесь много разных сложностей, почему это необходимо. Утрата на бумажном носителе. Потом, когда жители ходят в разные структурные подразделения, даже в нашей больнице, то есть нестыковки. А в связи с этим нас услышали, и организована рабочая группа в Минздраве, где в рамках этой рабочей группы проводится такая довольно интересная работа. Она очень современная, сложная в том числе. То есть, будет цифровизация, настроенность на то, чтобы была цифровизация абсолютно всего. То есть, это и осмотров специалистов, в том числе, это и прикрепление осмотров с других учреждений, специалистов исследований, это анализы, это лечение. И все это в идеале, конечно, бы хотелось, чтобы это выгружалось в личный кабинет каждого жителя в госуслугах. То есть, там, где он может видеть абсолютно всю картину своего здоровья, какие были анализы, какие были назначения, и это ему еще позволит в рамках конституционного права гражданина России предоставить эти данные для какого-то стороннего консультации, какого-то специалиста. Или, опять же, переезжает в другой город. Совершенно верно. У него все с собой. Но это достаточно трудный процесс, конечно. Но у нас идет очень интересная работа, она всех прям завораживает, кто этим занимается. Но думаю, что она реализуется, и это будет очень хорошо. А есть какие-то прогнозы, хотя бы самые такие, когда это все примерно может быть воплощено? Через пять лет, или это все-таки год, какие-то более такие реальные сроки? Мы вообще стараемся, чтобы, и в рамках нашей рабочей группы, мы стараемся уже основные, основные действия уже сделать в этом году, до конца года, внедрить уже, в блоки, скажем так, этого действия. Посмотрим, думаю, может, если это как-то будет. Там же требуется еще и изменение подхода со стороны IT-направления, и так далее, стыковки с госуслугами. Много работы, но она идет, она очень активно идет, и думаю, что результаты будут. Отлично. Так, наше время, по сути дела, уже прям абсолютно подходит к концу, и все-таки хотелось бы закончить у нас и так. В общем-то, много было сегодня позитива, в отличие, опять же, вспоминая от прошлой программы, где у нас просто был вот ковид, и люди писали, и мы обсуждали эту тему. Посмотреть один сюжет, такой он все-таки прям позитивный, добрый и теплый. За каждым выздоровевшим пациентом стоит колоссальная работа тех, кто проводит в больнице круглосуточные дежурства без сна и отдыха, кто сменил кабинет на поквартирный обход. Среди них Валентина Карташова, участковый терапевт поликлиники Бутова-парк. Валентина рассказывает, что в период пандемии было очень много вызовов на дом. Сейчас, наверное, немножко полегче. У нас уже кто-то на вызовах, кто-то на приеме работает. Я думаю, что люди соблюдают социальную дистанцию, носят маски и поэтому, наверное, чуть-чуть стало и прививаются. Инициатива социального фотопроекта исходит от благодарных пациентов, чтобы видновчане и гости города знали в лицо тех, кто выполняет свой долг в непростых и опасных условиях. Некоторые трудятся целыми семьями, как доктора Осокины. В 1953 году начинала главным врачом, так скажем, моя мама, моя теща. По ее стопам пошла дочь. Я уже был выпускник института. По стопам родителей пошел и сын Василия Осокина, Виталий. С будущей профессией он определился уже в школе. Был победителем неоднократных в районах олимпиадах по химии, поэтому эти науки, которые необходимы были в университете, у меня не удавались, как говорится, и побеждал на олимпиадах, поэтому решил, что это мое. И до сих пор считаю, что я не ошибся в своем выборе. Предупредить заболевание намного проще, чем лечить, уверена заведующая отделением медицинской профилактики Лариса Соловьева, которая трудится в Видновской поликлинике для взрослых 35 лет. Основная ее обязанность – диспансеризация населения. На сегодняшний день мы активно приглашаем, приветствуем и занимаемся диспансеризацией. Надо отметить, что население активно идет на диспансеризацию не просто по болезни, а чисто на диспансеризацию, потому что цель диспансеризации как бы обследовать здоровых людей и выявить хотя бы факторы риска, если есть какие-то хронические заболевания, которых человек даже не подозревает и в результате диспансеризации выявляются заболевания, их легче предотвратить, чем потом вылечить. Баннеры с портретами врачей Видновской районной клинической больницы совсем скоро появятся на улицах муниципалитета. Жители Ленинского городского округа должны запомнить их имена. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ну, по-моему, прекрасный сюжет и я думаю, что, скажем так, избитая фраза «Страна должна знать своих героев», она при... Когда мы говорим о врачах, она наполняется все-таки особым смыслом, тем более, что в условиях, когда бушует пандемия и нужно и людей спасать, и самим выживать, они действительно превращаются в самых настоящих героев. Героев, спасибо врачам, спасибо вам, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях были главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай-Бутаев и заместитель главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. До встречи. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин